итак всем привет с вами Долга мы продолжим играть в Кок за Византию если вы еще вдруг не подписаны ребята обязательно подписывайтесь а мы же будем сейчас воевать с Францией достаточно будет серьезная война но мы к ней готовы и в теории конечно стоит наверное побольше прям идти на запад все-таки идти к Римской империи так или иначе это наша примерно конечная цель а я больше занимался пока какой-то экономикой и какими-то смешными вещами в целом что нравится то и делай так что сейчас мы делаем единственное вот этот вот квест который очень нас усилит минус содержание плюс лайн фаер и еще прогресс после чего вы объявляете на Францию поехали это произошла цепь событий у нас умер правитель и получили нового наследника и да у нас 446 правитель и сразу есть императрица окей неприятные у него здесь перк но статуи у него достаточно приятные и да кардхаусов у нас 25 есть накопили мы мэн пауэра этих ребят уже достроили до лимита и я заключил союз России что они стали дружелюбными после того как я заключил союз они стали враждебными ладно все что я могу ответить на то как яишка здесь себя ведет но мы действительно готовы нажимаем кнопочку получаем минус содержание плюс land fire получаем новую реформу берем себе вот эту я не помню зачем но она нам нужна плюс по моему по миссии где-то было или решением что ли но в принципе реформа сама по себе тоже неплохая здесь много хорошего но здесь продакшен и фишитик что круто еще минус автономия и еще процветание плюс отнимается влияние у торговцев которых его немножко многовато будем честны ну что я считаю мы готовы давайте уже двигать армия в бой скажем так они кажутся не доползли до дрели на и но это так растепенно на самом деле и франция решила пойти о но это это идеально только не понимаю это была коалиция против франции нет просто смотрите у франции есть немножко игры скажем так но калица не оформилась все это время там еще наверно какие-то перемирия может франции давайте посмотрим вот так нет перемирия не было но все равно к лица не оформилась так или иначе это нам только в плюс просто будет чуть более занятых все равно конечно нападет только на нас в основном но ищуть в легче нам ситуацию я бы еще достроил себе на самом деле немножко пушек скажем так вот сюда что быстрее заселить все нас здесь потому что после крепостя мы франции смотрим 1 2 3 4 5 вот эти две крепости основные это был потихоньку до силивать в испании вот здесь вот крепость есть тоже мы ее будем сидеть и я думаю еще может верхов нанять по крайней мере у нас имеются варяжцы которые очень хороши и не стоят профессионализма ну это неплохая идея тоже нас лимит немножко будет превышен но говорится хлопает эту экономику по бамперу и говорит этот мальчик выдержит все и мы не даем никому проход а лука сама войне с францией это объясняет многие вещи на самом деле может было бы их тоже под захватить между делом но там речь посполит еще воевать немножко впадло не сложно но впадло и мораль в принципе зрения на а это значит что нужно делать марш бросок за крепостью которую кстати вот еще сидит вот это мне уже не нравится но выбирать особо не приходится давайте заставим их противников франции очень еще с обединиться кстати франции завал еще с испании то за собой окей выдаем британию нет поехали блин причем эти мужики наверняка даже не имеют ну не осаждают типа они наверняка не имеют сочный войск для осады то есть они просто говорят мы осаждаем так что если хотите уже осаждать это будет под нашим началом он нам очень играть так как если мы сейчас поможем им они мы возьмем крепость а нам обязательно конечно нужно чтобы вы взяли крепость челся бой кстати который мы вступаем без флагмана и без адмирала что мне не нравится поэтому я из него отступлю в целом конечно даже такой поль мы равно выигрываем так или иначе но да а дайте пожалуйста мне мой флаг не будет намного лучше если мир она будет еще лучше война мы освободили вот этого досаду прекрасно мы теперь можем ее спокойно занять отделил я раненые галеры и вы имя галерами будем сейчас разбираться здесь с флотами противников и взяли мы всего лишь за один месяц эту крепость ну пустой сич полные пушки и конечно же союзнички которые срут куда без их и нам нужен советник на мораль флота которого мы я думаю скоро сейчас на роляем из него пока не будем драться делим армию на три части загружаем а я бы даже наверное вот эту часть еще поделил пополам и вот этих ребят отправил вот сюда помочь и здесь мы возьмем себе остров панский я взял бургундий проход потому что ну да а чё бы и нет начнем осаждать в эти крепости через бургундию и я не стесняюсь конечно делать выстрелы потому что они очень сильно ускоряют осады что буквально вот опять я взял просто чуть ли не с первого тика может со второго еще не очень понимаю где их армии но я вижу что здесь кого-то разбили значит вот здесь вот по ходу битва рассмотрена сапога и заходит а мы что в этот момент дела мы пользуемся моментом конечно же отсекло с этого поставим на сад что него 6 сич так или иначе это да явно сильнее это крепости просто улетают в облака он нам очень-очень нужно как раз и близко плит скринж скажем так нам очень на руку ну опять все таки 57 процентов с первого тика неудивительно вы сможете все можем сделать взять на обильность на восстановление manpower и на минус усталость от войны что сать неплохо как и в мейнтеннесс и атришин но я думаю здесь просто рекаверис manpower немножко приятнее как и вар экзост самое главное обильность игнорируем потому что но у нас сюда нас так она при потому что она бесплатная а вот вар экзост это надо мы взяли за 27 дней крепость тут нету говори генерала нету пушек достаточно количество в теории то может быть вообще варь да так и есть прекрасно византийская двойная дектрина себя показывает шикарно и вот мы уже взяли в париж здесь просто крепость нет еще быстрее а вот и global trade у нас потому что ну да у кого еще он появится заходишь в адвайзера потом цены вот такие распродажи а я заметил что они вот туда пошли мне сказать смотрите-ка но какой ответ только один мы просто отправляем сюда армию и господи на война идет реал торговые корабли просто так потому что они решили выйти это грустно и грустно но ничего страшно и да в битвах по идее мы должны просто доминировать жестко так тут не станет и битв отлично потому что у нас эмираль побольше и галерки с комбаткой мощный это еще без нашего модификатора который могли бы мы иметь но пока еще не имеем плюс мы можем еще себе подстроить супер жесткие галерки которые кстати строят построить я пока их не делал вообще стоит ну и плена принципе мы просто захватываем рожеский флот таким битвами сил так что даже выгодно воевать добавлен факт что даже лексинбурга не проигрывают и знаете что да я помогу лексинбургу обязательно сейчас закончим сад сиши пойдем разбивать эти армии бы и лексинбург тоже получил часть франции и не дай бог они не засиджили лексинбург это они успели в засиду что мы рассидим я хочу чтобы и лексинбург тоже много союзников у него пускай тоже заховывает часть франции ослабит и да и вот за 15 дней мы возвращаем буквально это все теряем возможно здесь ходить но сейчас найдем снова испанин сорвает армию сюда ну обратно это армия не вернется а вот и мы не сильно взяли заняло это достаточно большое время вот так или иначе мы ее взяли это армия может быть теперь переехать а я не замерились можем узнать как-то и станет мир ладно допустим они замерились вот все-таки на репарации репарации франция получал от люксембурга ну ладно думаю мы переживем конечно понимаю что люксембург это самая богатая страна европы но я думаю мы переживем некоторые дотации от ивксембурга франции она главная армия-то у франции все еще непонятно где находится а значит да мы сейчас просто и повайпаем можем замерить шотландию думаю просто передадим ее британии а не пожалуйста вот это я тогда замерюсь банди тебе и отдам испания я бы хотел от испании мальту потому что здесь есть очень важная для нас постройка которая даст на минус 15 варкоста против других религий мой пора билдится под это я в один момент поставил на паузу есть такой человек из-за этого вы немножко скипнули на четыре годика хотели мы уже мальту причем сначала ее конвертировали потом корень но ладно и разорвали союз у испании со францией было достаточно несложно пришлось поджечь немножко профи но мы теперь находимся в таком достаточно стабильном состоянии я бы сказал настраиваем конечно мужиков обязательно и загоняем францию ловушку и я думаю мы уже перестаем играть в эти игры с агрессивкой а на самом деле мы немножко еще играем в эти игры с агрессивкой потому что ведь все еще мы не умираем от агрессивки нас все еще не супер огромная лица против нас так что замеримся пока что вот так еще все еще мы это переживем это все еще немного 77 с францией мы успеем это очистить до конца перемирия остальные страны не важны а вот уже в следующей эпохе да у нас там будет еще минус 15 мы просто сможем абсолютно забыть о том что вообще такая механика в игре существует как хочу вайпнуть флот французский это потому что личная моя неприязнь как фото который не немножко вайпл торговые корабли это было неприятно ну вот и меримся меня это устроит вверх слышь конечно есть но это это просто цифра у нас ccr слишком большой так что можем просто игнорировать пора мы уже сможет принять институты и тогда докачаю тихий давайте крестик есть теперь этот получаем с силами 7 раз минус стоимость стабильности кучу еще клаймов надо было сначала это сделать потом пойму получить ну ладно герал помощнее так иначе мы получим генерал окей не ворсить маневр шок маневр либо шок файр файр наверное и я не вижу ни одного генерального генерала этот у нас уже было так он тоже у нас был я не уверен может быть вода ли как-то как-то слабовато допустим и вот на юстинианские амбиции рим наших руках сейчас у нас здесь и жены можно теперь точно римской империи называться и удваивать шансы получить завоевать я который с теория неплохо он сепаратин стирает если я правильно помню за счет а мне нужно просто еще в египет говно просто говорится сейчас будет не думаю можем просто начать красить все подряд практически игнорируя как-либо что-то никто ничего сделать не сможет уже есть четыре года еще нажмем кнопку которая выключится сказать агрессивку как механику у по красоте нас у нас strict я чувствую константинус у нас и восстановится римскую империю это мы даже наверное будут монументом чтобы он подольше прожил о ты конфесс на рима нам предлагают перенести столицу рим что ли либо можно стать константинополе спандер получить еще 10 реформ прогресса и есть дева это то что нам нужно было всего ряд для квеста это очень приятно именно 100 говорим косма ставить этому риму я по нафер на я пин тут с этим умен спит плюс 5 это да это 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 солидная бафа кстати говоря я думаю в нормальной игре ты когда играешь на корову говорится переносишь рим во первых это вторую столицу можно раздавить жестко во вторых то этот пах и приятное но я бы наверное оставил по приколу в константинополе все аж рим здесь как говорится а еще наш модификатор на продолжим двое сюда 100 гудцов при 100 таксов и приставлен павра господи посмотрите на эти цифры о и смотрите какой забавный у нас есть нюанс если мы объявляем в поле вар и опи не будет драться с язычниками против еретиков добавный факт приходит товарищ фунжи джуран и тунис поехали холивар и мы как раз блин надо мы не замеримся наверное мы будем скорее всего быстрее не замеримся мы в следующей эпохе но было бы неплохо рите кто опять предлагает нам союз от не против вы бы херни перестали страдать давайте даже так попробуем потому что меня хвостов россию нет не союзники полезны чтобы игры и бы из игры меньше на меня поделись ребята союзники считаются тоже они все до сюда бегают и сейчас еще у которой пойдем до захватим чтобы отсюда качать миллионы миллион денег и далее мой институт теперь вкачиваем жесткой техе и мы еще получаем теперь админ эффективность сверху то есть еще проще будет захватывать и крестить проще на это уже отдельная тема и у нас торговец от института еще полы появился мы вот кинем просто я думаю на коллект вот сюда и что еще 10 месяцев чтобы замедлиться с тунисом потом с новиками потом с этим ребятам можно выберите уже и красный и получим именем игры тогда верни на пели правду этот монумент мы еще достроим первого было потом закинем 2 его может тоже достроим а может даже 3 и тогда съедим еще больше за тоже нереально низкую игру и новая эпоха наступает и в новой эпохе мы нажимаем нашу невероятно мощную кнопку или нет потому что нас наебали новой эпохи это уже не дает минус игру это действительно разочаровывает и да ведь если мы вот этот реформу сделали там еще получаем 200 так что да вот где-то нам и нужно было им сразу открываем 9 тир реформы и тут есть много вариантов плюс абсолютизм плюс агра минус таба за войны минус сепаратизм минус анрест и минус влияние всех пословий здесь снижение стоимости подкопа в парламенте плюс культура и на стоимость расшире администрации мы можем отнимать места в парламенте минус ливерти зарп наших субъектах в общем это не сильно полезная кнопочка и минус один раз и и риски и язычники не дают дебафов целом это самое сильное наверное в этих реформах но не в нашем случае когда у нас огромная толерантность и вы просто все моментально конвертим у нас яртиков язычников считаете как бы это и нету так что да я думаю вот это самое полезное минус сепаратизм это очень очень приятно что берем просто это реформа всего 2 до полностью закрытых реформ прекрасно о это кстати приятно но почему и так 6 мелких но нет это приятно но но не повезло ивент супер мощный сейчас был конечно еще нам для миссии желательно было бы прокачать кинь скульптурки давайте возьмем пару культур сюда теперь у нас здесь есть еще одна цель причем сейчас будем набирать с армии у нас имеется институты кстати говоря надо бы начать строить а правда займемся мы этим скоро я кстати говоря по всекурнику сервис но под институтами будет определенно приятнее это мы сделаем это мы скорее всего сделаем это мы не сделаем и так и здесь вот видите мы как бы не выбрали тогда сторону измеря то что участвовали войне нам все равно не засчитали победу и нас уже есть 40 абсолютизма что кстати неплохое число потому что мы конечно же сейчас его будем улучшать у нас так или иначе будет еще вот здесь вот десяточка но это очень далеко поэтому хотелось бы до этого получить это так что будем сейчас думать что мы будем отменять но его тоже чуть-чуть на отменяли плюс еще наверное можно будет за вот это даст на полу двадцатку леса ракет так что нормально и так как я говорил оканчивается этим заданием у нас есть и деньги на то чтобы ускорять и мужики поэтому совместными скажем так усилиями на инвестируем и вот у нас 3 форты прелесть минус 15 варкоста теперь имеются можем это не забрать побольше территории ну и то всего остального тоже потихоньку а наверное то что нам здесь интересно плюс-минус теперь сразу конечно же мамлюк мулька мы вообще теперь сможем я так полагаю съесть и что у нас все это дип идей возможно да мы не сможем сисьма увы конечно админ фестивность надо бы еще подключать обязательно видим вот так все вот здесь от основной провинции загоняем его вот лондовой территории без единого доступа к морю и все это конечно корим а миссионер так пожалуйста эти ребята любят вперед вправо за спешить но нет но нужно побыстрее закурить и теперь можем наверное нажать еще даже и кнопочку да и кипит 5 морали минус стабильность чек лаймов который всегда тоже нас теории должны немножко удешевить сейчас перед нами и что позволяет нам помнить вот эту миссию перейс не она уже спендера в новой эпохе что приятно престиж который в очки у нас переходит и мы теперь восточная римская империя и сразу почти что возьмем себе админ эффективность прелесть мы покажем интеграция сразу начинаем готовить войну со следующей страной вот сюда лука нужно возвращать ее и для римской империи для контроля генуя конечно же лукаска секрет прославно что немножко не очень для нас но в целом неплохо по той причине что и странно будут менее агрессивны мы захватили то есть агрима меньше получим это армиями устраивать в битве у нас супер хорошо одессы больше бд больше без особых проблем расправляемся с поляками здесь и выдели бы конечно где-то пойти достать но пока просто будем все сидеть пока мы не видели если говорят дания взяла и съела у москвы что грустно для москвы но нам особо без разницы это оба мои союзники в данный момент хотя не наверное будут в один момент ругаться я выберу данью потому что в россии есть ко мне претензий а у дании нет слушайте наследник еще и плохой перк получил короче у нас нет наследника ждем а появится первенец как говорится и произошло ужасно как говорится в нас умер наш правитель это действительно грустно и у нас из этого улетела легитимность на так и это был войне нас не произошло у нее а мы получили одинаковую династию с британией то есть вы понимаете на скоро будет у нее поехали а еще кстати достаточно удобно вот в этом смысле что я могу не бессмысленно теперь по повышать себе легитимность я все еще далеко тех это даст мне и абсолютизм и как раз таки максимум потом тоже аппетита ну и конечно просто легитим из лучше держать повыше и я достаточно насилие жил на мир хочу ничего по территориям поэтому здесь заканчиваем пойдем разберемся с вами которые нас подосаждали немножко и у нас кончилось перемирие с испания значит ра испанят уже немножко подъезд сразу ведь лук это уже съедено они уже согласны а там появляется немножко игры с которым мы обязательно разберемся наши дипломаты сверя тоже работают вовсю слушать отношения с всякими странами тут мы да просто готовимся здесь а у нас нет денег просто набрать сейчас я думаю будут и мы еще можем даже земли северя отнимать но наверное я бы не стал чтобы меня не взорвало все непонятных местах просто пойдем захватим дальше испанию так что ж наша армия на запад следующий будет снова падать испания и будем стараться держать одну страну в мире в перемирии с нами автору пилить так сделаем с ними потом португалию и потом что не будем делать наверное за британии этим образом под восстановим сразу и римской империи то есть нам нужно здесь под захватить очевидно иберию все эти острова на востоке по моему все что можно было захватили верно и наверное придется немножко под пилиться еще на римской перри выдели бы ее распустить это наверно было бы действительно прекрасно но посмотрим мужиков у нас уже очень много как бы я все это время пока и делаю что их строю армия у нас более чем достаточно до следующей серии путь на восстановление римской империи поехали на своем буду к и обязательно подписывайтесь и учат рук не подписаны лайк и комментарии то есть как обычно и до скорых встреч всем пока